лингвистические свойства переводов мы занимаемся изучением сравнением переводов с английского на русский с непереводным русским текстом известно что переводной текст всегда отличается от непереводного не всегда человек носитель языка на который выполнен перевод может отличить переводной от непереводного текста но вы наверно по себе замечали что в принципе вы чувствуется что если текст переводной он ощущается как не со не настоящий текст на языке перевода или вот отличающийся от перевод но действительно для человеческого сознания это не всегда можно хорошо отличить проведены эксперименты в которых на материале художественных текстов правда итальянском языке люди с точностью 86 процентов отличали перевод от неперевода при этом компьютер отличает с точностью до 96 процентов то есть компьютер значительно более эффективно отличает переводы от непереводов потому что язык действительно содержит вот переводной язык содержит формальные улавливаемые такие закономерности отличающие его от языка от текста созданного вне ситуации перевода вот это основная вот мы будем в нашем исследовании мы эксплуатируем вот эту вот эту особенности переводных текста всегда отличаться от от непереводных то что переводы отличаются от непереводов в общем замечено давно и эти отличия обобщены в исследованиях и переводчиков и философов например у ну милошкун дэра например обе а берман вот он формулирует дефон ментин сезон вот еще вопрос на дефон ментин сезон translation не перечисляет прямо список универсальных свойств перевода отличающих их от непереводов вот например для естественно для каждой пары есть есть универсальные признаки которые отличают переводы на любой язык с любого языка от непереводов а есть то что свойственно для какой-то пары языков мы занимаемся русская англо-русским переводом вот например в моих исследованиях мы обнаружили да и это интуитивно понятно что вернее интуитивно ну да вот он понятный признак когда например английское предложение английские предложения с предложенные местоименными комплексами перед точки в абсолютном конце предложения например never heard of him never heard of him of him она неударная но выставляется по синтаксису английского языка в конец предложения переводчики копируя этот синтаксис приходит к русскому предложению никогда не слышал о нем такие предложения возможны в русском языке когда предложенная местоименная фраза стоит под логическим ударением никогда не слышал о нем но чаще всего ревматическим центром является глагол и надо бы сказать никогда о нем не слышал вот и вот это вот вот такого рода отличие характерны до для переводного дискурса они в общем во многом проявляются особенности сочетания длина предложения соотношение классов слов часть частей и частеречных классов слов то есть замечено что в переводах всегда больше функциональных слов чем знаменательных слов переводчики это связано с тем что переводчики имеют естественную тенденцию сказать попонятнее и тем самым вставляют придаточные предложения вводимые служебными словами или добавляют местоимение обеспечивающие связность текста и таким образом получается что в переводном тексте всегда больше функциональных слов местоимений коннекторов союзов и вот водных слов водных слов тоже это последняя тема моего последнего исследования проводные слова очень интересно оказалось вот и мы попытаемся в нашем исследовании мы пытаемся использовать студенческие переводы как сильный случай переводного текста переводизма в такой концентрированно переводческого языка для того чтобы уловить вот эти особенности переводного дискурса и использовать их для оценки качества перевода вот вот эта вот эта гипотеза о том что качество перевода можно оценить по расстоянию перевода от непереводного текста лежит в основе нашего проекта действительно представляется что в современном обществе переводчик стремится создать текст который минимально отличается от непереводного дискурса действительно когда читаешь перевод ожидаешь что то что текст будет читаться естественно написано используют типичные стандартные способы выражения для некой для мыслей а когда в переводе этого не оказывается то читатель испытывает некое чувство неловкости от читателя требуется большее количество усилий для понимания текста который написан не совсем естественно но такое же чувство неловкости испытываешь когда текст написан непрофессионально когда есть логические скачки в тексте или мысль выражена не так как ее обычно выражают и мы не говорим здесь о художественном тексте или поэзии сфере нашего материал нашего исследования является как раз не не такой более клишированный газетный научный текст очень популярный текст мы не занимаемся художественным словом это важный момент в художественном тексте возможно там совсем другие закономерности действуют более того вот эти закономерности про которые раньше говорила они зависят от регистра они зависят от стиля поэтому например в особенности переводного языка газеты будут отличаться по составу и по количественным характеристикам от особенности переводного языка науки например поэтому тут надо это тоже интересный интересная тема и мало исследованы то есть пока вернее мало исследованы на материале английского и русского языка русского языка как языка перевода для там итальянского финского немецкого такие исследования есть и они безумно интересные то есть там прямо видно как на количественных характеристиках видно как отличается поведение языковое поведение переводчика от выбранного регистра ну и естественно от соотношения языков в сопоставительном плане то есть таким образом мы изучаем понятно что вот в предыдущую эпоху когда компьютеры еще не так вошли в обиход в научный обиход да и не так использовались в науке этот вопрос привлекал внимание исследователей и однако преимущественно вот исследования велись на у на уровне на интуиции исследователя и эта интуиция иллюстрировалась каким-то количеством примеров без широких статистических обобщений сейчас такие исследования сейчас это в европе с девяносто восемьдесят восемьдесят пятого года примерно вот эти исследования проводятся на материале корпусов на материале больших коллекций больших электронных коллекций текстов когда можно автоматически извлечь некоторые свойства текста и их статистически обработать и увидеть эти закономерности в больших таких представительных корпусах в определенных типах текста например переводном и не переводном тексте и вот мы как раз это наш подход корпусный и компьютерный лингвистический мы собираем большие коллекции текстов сейчас наша коллекция студенческих переводов более полутора миллионов слов вхождений тот тот под корпус которым мы работаем он около 600 больше полумиллиона у нас разные жанры в корпусе и мы собрали коллекцию референтную коллекцию профессиональных переводов 300 тысяч токенов то есть мы работаем с большими токены это вхождение в корпусной лингвистики мы работаем с большими корпусами сравниваем не три перевода не там не 50 тысяч слов а прямо миллионами для этого конечно требуется некоторое понимание использование вот этого то что называется natural language processing техник способы автоматической обработки языка и это уже сфера компьютерной лингвистики если корпусная лингвистика занимается созданием корпусов корпуса должны мотивировано быть составлены да то есть они должны не просто любые тексты включать а по какому-то принципу какого-то объема как-то этот корпус должен быть структурирован и вот мы с 11 года развиваем 2011 года развиваем корпусный проект корпус учебных переводов куда собираем тексты переведенные нашими студентами и студентами аналогичных отделений переводческих в других вузах с нами сотрудничают более десяти вузов в россии и вот присылают нам с большей или меньшей частотой свои переводы своих студентов которые мы сравниваем можно сравнивать на базе нашей коллекции можно сравнивать как переводят студенты тюмгу и студенты например нижегородского лингвистического университета получается для того чтобы извлекать лингвистическое знание о текстах в больших коллекциях требуется компьютерные компьютерное понимание этого компьютерное понимание языка это корпусный компьютерная лингвистика теперь уже на компьютерная лингвистика ставится и задачей понимание естественного языка с применением или из или улавливание шаблонов улавливание закономерности естественного языка компьютерными способами, то есть применением способов автоматического анализа, автоматических алгоритмов поиска шаблонов и закономерностей в текстовых данных. Это наш метод. И вот мы пытаемся найти эти алгоритмы, а для того, чтобы опять извлекать знания из корпуса, его нужно как-то представить, то есть его можно представить как сырой текст, просто слова, набор слов, мешок слов, а можно представить как, например, количество пассивов, количество процент существительных, процент глаголов, процент глаголов какого-то класса семантического в этом корпусе по каждому тексту. То есть, в принципе, такое представление, а это фактически моделирование языка. Будет представлять себя таблицу, в которой так в графах будут единицы хранения корпуса, тексты обычно, а в столбцах лингвистические признаки. И вот когда мы придем к этой таблице, что должно, какие лингвистические признаки эффективно могут быть использованы для того, чтобы отличить перевод от неперевода, а точнее говоря, отличить хороший перевод от плохого перевода, вот это и будет наш результат, который мы пытаемся добиться, найти в гранте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!